Евангелие от Марка, глава 6 Как такие чудеса совершаются Его руками? Неплотник ли Он в сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами Его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает, пророк, без чести, разве только в Отечестве Своем, и у родственников, и в доме Своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и удивлялся, не веря их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илья», а иные говорили, «Это пророк» или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену, брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав это, пришли, взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда, пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус вышед увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступивши к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего кушать». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же, евших хлеб, около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправится вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. А они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь! Это я, не бойтесь!» И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю генесаретскую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, обижали всю окрестность ту, и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Субтитры создавал DimaTorzok